Привет всем смотрящим, подписчики, зрители, просто интересующиеся. Сегодня к нам в руки попала коробка с Defender. Это у нас CarVision, а по-простому регистратор. Что в нем интересного? Потому что это Defender. Никогда в жизни Defender не видел. Фирма такая есть. Ну вот, посмотрим, что такое регистратор Defender. Значит, у него Full HD. Выглядит как такой фотоаппаратик. Выглядит вот так вот он. Здесь у него что? Здесь у него аккумулятор. Понятно, аккумулятор меняется, это хорошо. То есть можно в любое время заменить аккумулятор. У меня был вот такой регистратор. У него аккумулятор не меняется. И вот пришла пора, аккумулятор сел, надо разбирать, паять. Хороший, но не меняется. В этом меняется. Дальше смотрим. Значит, крепление у него идет в комплекте. Хорошее крепление, вижу. Чем оно хорошее? Оно хорошее тем, что крутится. То есть оно на присосочке. И крутится, видите, вокруг своей оси. Это плюс большой. То есть крепится он вот так. И вот к стекушку. Да, даже вспышка какая-то есть. Ничего себе. Почти как фотоаппарат. Full HD. Значит, это у нас зарядчик. Аккумулятор. Ну, вставляем аккумулятор. Пытаемся его включить. И тогда уже будем смотреть разъем снизу для питания. Не очень удобно, потому что он будет вываливаться, я так понимаю. Тут HDMI-выход есть. К телеку можно напрямую подключить. Тоже плюс. Если очень хочется. Так, ну и включаем его. Вот так вот мы его включаем. Так. Power. О, даже включился. Значит. Угу. Сразу он показывает нам что? Он показывает, что Full HD. Карточки нету. Батарейка полузаряжена. Время 12-й год. Понятно. Меню. Кнопочка. Нажимаем. Resolution. Motion Detect. То есть у него дата на движение. Штамп. Ну, то есть, в принципе, стандартный. Стандартное менюшка. Дата-время. Автовыключение. Автовключение нам надо поставить. Думаю. Думаю, надо. Так. Почему это не действует? А, вот. Включение вот этого, наверное. Нет? Нет. Вот это. Домашняя страница. Это не то. Это меню. Ну, плюс insert карточку. Ладно. Это фотку сделать. Кнопочка сделать сразу. Фотка. Кнопка записи. Просмотра. ИСО с кнопкой. Микрофон. 5 мегапикселей. Понятно. Меню. Еще меню. ГИПСОНД ЛЕНГВИЧ. Ну, давайте поменяем ленгвич. Как туда зайти-то теперь в меню? Вот это нажимаем. Да. Что у нас есть? Ленгвич из популярных. Русский есть. Ну, окей. Ставим русский. Звук клавиш, видите, можно выбрать. Автовыключение. Ставим. Одна минута. Хорошо. Хватает. Это то время, когда будет экран гореть. Это не автовыключение. Это именно экран автовыключение. То есть через минуту экран сам потухнет. Даже при включенном состоянии, чтобы батарейку не сажать. И чтобы дата-время сегодня у нас. До 50-го года рассчитан. Это хорошо. 14-й, 12-й. О, как. 13-14, 15-16. Дата сегодня у нас месяц 12. Сегодня месяц у нас июль. 7-ое. И число у нас сегодня 21-ое. 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 Время. 13-44. 13-й. Ну, интуитивное меню. Вы заметили, быстро разобрался. То есть не пришлось мне тут долго с ним тыкаться. Очень хорошо все. Окей. Окей. Так, дальше. Как отсюда выйти? Меню. 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 Время есть. Теперь мы меняем режим. Меняем режим. Где режим меняется? Вот это. Так, видео. Время идет правильно. 16-й год. 21-го июля. 13-45. Все окейно. Ну, теперь вставляем карточку. Выключаем его сначала. Вот он выключился. И теперь мы туда воткнем карточку со старого. Посмотрим, как он в деле. Вот, берем карточку. Открываем. И вставляем туда карточку. Как ее правильно вставить? Ее правильно вот так вставить, наверное. Так. Закрываем. Включаем. Что он говорит? Он говорит, карточка вставлена. Супер. Ну, допустим, запись. Запись у нас будет. Повар. Что это за кнопка? SOS. SOS это обычно кнопка, которая предотвращает стирание какого-то файла. И есть регулировка очень удобная. Вот видите. Зум есть. О, зум есть тройной. Хорошо. И есть регулировка подсветки, так скажем. Автоэкспозиции. Нолик сейчас стоит. Хорошо. Это у нас фотка. Вот он снимает даже. Звук такой. Понятным. Это режимы. Видео. И теперь... Ночного видения, я так понимаю, нету. Оно и нафиг не надо. Хорошо. А, вот есть. Ночью. Видите, светодиодики такие. Прикольно, конечно. Совсем если в темноте снимать что-то где-то на улице, то, в принципе, это выход. Своя подсветка есть. Да. То есть днем и вечером. Вот как. Да. Ну, пойдем сейчас поснимаем что-нибудь. Тогда покажу как в качество. Микрофон вот можно отключить кнопочкой, если не хотите записи, звук описать. Ну вот он включился в режим записи. Идет время. В инструкции написано, что угол обзора 100 градусов у него. Тоже неплохо. Выключаем запись и просмотр. Теперь смотрим меню повар. Посмотрим, что тут еще есть. Циклическая запись, допустим. Три минуты. Нет, не мало. Я обычно ставлю пять минут. Так, пять минут. Правильно. Экспо-коррекция. По нулям стоит. Обычно я ставлю плюсик чуть-чуть, чтобы поярче было. Окей. Распознавание движения я никогда не использую, потому что пропускает, выключено. Это логично. Нанести дату-время. Включено. Окей. Это хорошо. Что мы еще можем в этом меню посмотреть? Дата-время, автокридж, звук-клавиш, язык. Ну, в общем, меню. Стандартное меню. Ничего тут нет. Частота освещения надо поставить 50 Гц. Стоит уже для нашего региона. Так, что еще можно? Звук-клавиш. Версию перезагрузить. Форматировать карточку. Автовыключение экрана. Ну, поставим автовыключение экрана. Включено. Да, хорошо. Ну, вот такой вот регистратор. В деле мы потом видео посмотрим. У него Full HD. А, разрешение надо посмотреть. Выставляется разрешение, кстати? Разрешение. Вот оно и самое первое есть. Заходим. Вот видите, можно 1920 на 1080, можно 1080. Я никогда не снимаю на Full HD. Я использую или вот этот вот, 720 на 1080. Или вот второй вариант, 1440 на 1080. Очень большой выбор разрешений. Даже 50 кадров. Вот можно попробовать. Я попробую 1920 на 50 кадров. Секунду. Вот это оставляю. Окей. Выходим. Вот. Так что, если что, кто хочет прикупить такой регистратор, то в Lutonsoft можно это сделать. Я себе уже поставлю такой, пожалуй. Старенький. Пришел на смену. Он чуть поменьше. Снимает не хуже. Так что, новые сюжеты будут уже с нового регистратора. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok